Приветствую вас, давайте разберём ваш текст, давайте разберём вопрос, который вы задаёте анонимно. Смотрите, чтобы вам ответить, нужен вопрос. Вопроса нет у вас текста, по крайней мере его нет. Что спрашивают, вы видите, что не знаете, как вам поступать. Вот, ну, звучит все наши видео, да, что вы запутались. Ну и всё. Вопросов нет. Без вопроса ответ невозможен. Вот, к сожалению. Дальше. Ключевой момент, их несколько. Вот, несколько таких вот моментов ключевых, которые я хотел бы обручить вам. Первый момент связан с тем, что вы не решились уйти от него, когда узнали, что он женат. То есть, хотели уйти, для вас это было неприемлемо. То, что, ну, он делал то, что, ну, как он себя вёл. Для вас это было неприемлемо. Но вы не учли. Вы остались. Не решились уйти. Вот, я бы раскрыл. Немножко. И поисследовал бы этот момент. Как именно и в чём проявляется ваша нерешительность. Дальше. Вы говорите, что молодой человек, ну, рассказал своей жене, она его выкинула, пришёл к вам. Вы просили его вернуться, потом он ушёл и пришёл опять к вам. Уже по своему желанию собственному. И вы его приняли. Почему? Вот, понимаете, есть такое чувство, что... Привязались вот к молодому человеку. И привязались вы довольно сильно. К нему, к нему, к нему. Есть такое ощущение, что... Вы очень сильно привязались к молодому человеку. И... Эм... Ну... Не можете его отпустить. Именно потому, что есть некие... Потреб... Потребности. Вообще. Которые... Которые вы пытаетесь удовлетворить за счёт него. Вот. Дальше. Эм... Манипуляции ли его жены... Эм... То, что происходит. Или нет. Важно другое. Что... Молодой человек всему этому верит. И верит он всему этому... Безоговорочно. И... Коль и так... То... Он такой. И он всегда будет таким. Он не меняется. В этом он не видит своей проблемой. Он не разводится со своей женой. Я бы сказал, что в какой-то степени у вас занизилась самооценка. Вот. Я бы сказал, что в какой-то степени вы, вероятно, боитесь одиночества. Я бы сказал, что в какой-то степени вы очень... Вот. Ну... У вас был опыт жертвованный над собой. Эм... Эм... Изучите... Изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана. Там вы увидите, что вы жертвы. И... Что... Вот... Эм... Из... Своей жертвенной позиции нужно выходить. Эм... Путем работы с личной ответственностью и личностным ростом. Так же нам мешает бы разобраться с тем, что именно вы чувствуете. Чувствовать в мужчине какое-то чувство. И... Я бы сказал, что вы склонны... Себя винить. Эм... Эм... Ну, то есть, вот, вы себя вините. Уже... Эм... Обвинение – это... Требование к себе... Эм... Необравленное извученное. И... Глобально... Эм... Вы, как будто бы, боитесь на настоящем близких отношений. Возможно, вы не считаете себя достойным того, чтобы мужчина был только с вами. То есть просто подумайте, если вы делите мужчину с кем-то еще, ну, очевидно, что вы как бы соглашаетесь с тем, что он не только с вами, значит ставите себя не на первое место. Одно что относиться к вам будет, к сожалению, соответствующе. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, будем на связи.